Когда возникли пословицы? Этого никто не знает. Одно бесспорно. Пословицы были с человеком как в труде, так и в отдыхе. Русские пословицы — это самый малый жанр устного народного творчества, но в них, несмотря на краткость, таятся признаки и особенности подлинного искусства. Их по праву называют жемчужинами устного народного творчества. Пословицы для нас — своеобразный учебник жизни. Они учат, каким должен быть человек в труде, любви, дружбе, в отношениях с другими людьми. Например, «маленькое дело лучше большого безделья». Настоящие волшебные слова кроются в мудрых русских пословицах. И это не случайно. Ведь народ создавал их в течение многих веков, собирая жизненный опыт. В этих кратких афоризмах народ передал свои знания, накопленные веками, следующему поколению, вложив в них свои мечты и надежды. «Счастье не ищут, а делают, учение свет, а не учение тьма» — учит народ. Мудрые пословицы помогают оценивать свои поступки и действия других людей. Русские пословицы раскрывают все стороны жизни народа. Яркую и точную характеристику пословицам можно найти в самих пословицах. Пословица правду всем говорит. В них понятие чести, совести, справедливости. Сам народ прекрасно понимал значение пословиц в жизни людей. Это и послужило причиной их возникновения. Пословицы и поговорки создавались многими поколениями людей. Появились они еще в то время, когда не было письменности. В течение столетий народ совершенствовал их. Они, как правило, не имеют автора. Пословица — это краткое мудрое изречение, содержащее законченную мысль. Например, «Век живи, век учись». Без друга — на сердце вьюга. Глаза страшат, а руки делают. Темы пословиц и поговорок бесчисленны и безграничны. Самый большой сборник пословицы русского народа — Владимира Ивановича Даля, в котором более 30 тысяч пословиц и поговорок содержат 180 разрядов по разным темам. Хорошо известны пословицы о родине, патриотизме. «С родной земли умри, не сходи, своя земля и в горсти мела». Много пословиц создано о труде, семье, воспитании. «Дело мастера боится, дерево смотри в плодах, а человека в делах. Что посеешь, то и пожнешь. Дома и стены помогают». В пословицах народ выразил свое отношение к нормам поведения человека, его взглядам на дружбу. «Человек без друзей, что дерево без корней. Старый друг лучше новых двух». В народной мудрости отразилось презрение к пустословам и лентяям. Под лежачий камень вода не течет. На печи под рова поехал. Не спиши языком, торопись делом. Многие пословицы и поговорки имеют прямой и переносный смысл, который расширяет рамки и применение. «Большому кораблю большое плавание» — это пословица не столько о корабле, сколько о человеке и его возможностях. Поговорка — это меткое, яркое народное выражение, часть суждения без вывода, без нравоучения. Например, «лёгок на помине, без баклуши, как снег на голову, ни к селу, ни к городу». В живой речи поговорка часто становится пословицей, а пословица превращается в поговорку. «Чужими руками жар загребать» — это поговорка. Так говорят о любителе пользоваться чужим трудом. Это выражение может стать пословицей, если мы скажем. «Легко чужими руками жар загребать». В ней есть поучительный вывод и законченность суждения.